Цегламенская библиотека номер 16 представляет Незнакомый науке зверёк к юбилею Эдуарда Николаевича Успенского 22 декабря 2022 года будет отмечаться юбилей детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского Эдуард Николаевич был выдающимся человеком На его счету десятки книг, пьес, сценариев к мультиаппликационным и художественным фильмам Талантливый автор придумал удивительных и забавных героев, на которых воспиталось уже не одно поколение Крокодила Гену и его друга Чебурашку, хозяйственного кота Матроскина и дядю Фёдора Веру и Анфису, братьев сыщиков Колобков, предприимчивого Жабыча Сковородкина и многих других Но не будем лукавить, если скажем, что самым знаменитым персонажем Эдуарда Николаевича Успенского является Чебурашка Этот необычный зверёк с большими ушами и добрым сердцем объединил вокруг себя мир И стал настоящим другом не только для крокодила Гены, но и для каждого из нас Тех, кто провёл с ним всё своё детство, а затем вошёл во взрослую жизнь Давайте вспомним, как начиналась история этого неизвестного о науке зверька В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверёк Звали его Чебурашка Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своём тропическом лесу А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми Ведь это же люди дают зверям имена Это они сказали слону, что он слон Жирафу, что он жираф А зайцу, что он заяц Но слон, если бы подумал, мог бы догадаться, что он слон Ведь у него же очень простое имя А каково зверю с таким сложным именем, как гиппопотам? Пойди догадайся, что ты не гиппотам, не попотам, а именно гиппопотам Так вот и наш зверёк Он никогда не задумывался над тем, как его зовут А просто жил себе да жил в далёком тропическом лесу Однажды он проснулся утром рано Заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом Гулял он себе, гулял И вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами Недолго думая, Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться Поэтому он прямо на фруктах и улёгся спать Спал Чебурашка крепко Он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль И отправили в далёкое путешествие Ящики долго плавали по морям и океанам И в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было А был только толстый-притолстый Чебурашка Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты и посадили на стол Но Чебурашка не мог сидеть на столе Он слишком много времени провёл в ящике И у него затекли лапы Он сидел-сидел, смотрел по сторонам А потом взял, да и чебурахнулся со стола на стул Но и на стуле он долго не усидел, чебурахнулся снова на пол Фу ты, чебурашка какой! Сказал про него директор магазина Совсем не может сидеть на месте Так наш зверёк и узнал, что его имя Чебурашка Но как же мне с тобой поступить? Спросил директор Не продавать же тебя вместо апельсинов? Не знаю Ответил чебурашка Как хотите, так и поступайте Директору пришлось взять чебурашку под мышку И отнести его в главный городской зоопарк Но в зоопарк чебурашку не приняли Во-первых, зоопарк был переполнен А во-вторых, чебурашка оказался Совершенно неизвестным науке зверем Никто не знал, куда же его поместить То ли к зайцам, то ли к тиграм То ли вообще к морским черепахам Тогда директор снова взял чебурашку под мышку И пошёл к своему дальнему родственнику Также директору магазина В этом магазине продавали уценённые товары Ну что же, сказал директор номер два Мне нравится этот зверь Он похож на бракованную игрушку Я возьму его к себе на работу Пойдёшь ко мне? Пойду, ответил чебурашка А что мне надо делать? Надо будет стоять в витрине И привлекать внимание прохожих Понятно? Понятно, сказал зверёк А где я буду жить? Жить? Да хотя бы вот здесь Директор показал чебурашке Старую телефонную будку Стоявшую у входа в магазин Это и будет твой дом Так вот и остался чебурашка Работать в этом большом магазине И жить в этом маленьком домике Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе Но зато под рукой у чебурашки Всегда находился телефон-автомат И он мог звонить кому хочешь Прямо не выходя из собственного дома Правда, пока ему некому было звонить Но это его нисколько не огорчало А что произошло дальше Вы узнаете, если прочитаете книгу Эдуарда Николаевича Успенского Крокодил Гена и его друзья А ещё можно вместе с детьми Раскрасить чебурашку Нетрадиционным способом С помощью мятой бумаги Для начала надо нарисовать чебурашку Как подсказывает вам ваша фантазия Ну или фантазия вашего ребёнка Простым карандашом Или можно скачать готовый шаблон в интернете Затем сминаем бумагу в комочки Окунаем в краску, в которую добавлено немного воды Лучше брать акварельные краски Прикладываем к основе, как показано Сначала раскрашиваем всё, что должно быть жёлтого цвета Мордочка и животик Затем коричневым цветом всё остальное Кисточкой рисуем глаза, брови, нос и рот чебурашки Всё, наш шедевр готов Шедевр готов Продолжение следует...